Ребята, вы посмотрите только на эти роллы. Это, если честно, произведение искусства и не меньше. Так, всем привет. Всем привет. Короче, я сегодня с Машей. Пока смотрите на роллы. Фокус на роллах, потому что они великолепные. Давай, может, попробуем сразу по одному, пока фокус на них. Давай, сугрю. Ну, давай вот ты этот покажешь, а ты этот. Ну, и два мы покажем, чтобы вы увидели их. Посмотрите, они просто великолепные. Они такие вкусные. Они... Мы не пробовали, но я думаю, что да. Давай попробуем и скажем. Так высоко. Так высоко. Угу. Угу. Ммм. Что за звук? Так, надо... Угу. У нас видно? Ммм. Ну как? Сливочного сыра много. Ммм. Собака. Он тоже, посмотрите. Хе-хе-хе-хе. Так. Роллы. Я хочу вот эти тоже попробовать, которые ты пробовала. Самый огромный беру, самый жирный кусок. Маш, как дела? Ты вообще по нам скучала? Очень скучала. Ммм. Ребята, если вот вы реально подпишетесь на Машу где-нибудь... Стоп-стоп-стоп. Вот это наши телеграммы. Подписывайтесь. Ставьте плюс в комментариях, потому что... Если что, Маша думает на тему того, чтобы завести свой блог. Да, это правда, я думаю. Но сомневаюсь. Сомневаюсь, потому что... Ну, очень тяжело понять, что туда постить, с каким подтекстом, с каким настроем. Ну, в общем, очень много. Машка, знаешь, она сомневается, она хочет постить себя настоящую, но стесняется и в тот же момент хочет постить себя не настоящую. Ну, да, короче, все очень тяжело. Все очень сложно. Я надеюсь, когда-нибудь я приду к этому. У нас, кстати, сегодня... История подписчиков, тебе неудобно, да? Не, сейчас. Мне удобно? Все удобно. Все удобно. Давай еще по одной какой-нибудь. Да, давай. И будет жизнь подписчиков. Бери любую. Давай тоже вот это. Дай покажем всем, пожалуйста. Огромный, господи. Смотрите, сейчас надо... Вот, фокус есть. О, боже, да. Мы в Чарли бедные просто. Представляешь, как ему тяжело? Я люблю тебя, мальчик. Кто-то мне писал, дай роллы собаке. Да нельзя собаке роллы. Боже. Один огромный. Если честно, Маша, скажи вот эти оценки этим роллам. Десять, да, мне кажется? Сто из десяти. Ну, реально вкусные. Хорошие. Ребята, цена такая приемлемая. Огромное спасибо, мои подписчицы. Это ее ник, вот такие буквы. Который мне подсказал эту доставку. Ты вообще моя богиня. Я тебя благодарю. Мы говорим огромное спасибо. Если вы знаете хорошие доставки в Москве, пишите мне. Я хочу, чтобы и роллы было видно, и нас. Но это невозможно. Видишь, сейчас мы немножко замылились. Ну, посмотрите немного на роллы. Давай пробуем вот этот. Этот назывался инь-янь. Типа здесь, потому что и рыба, и уголь, и вообще. Да. Мы думали, что они будут топ. Топ. Но они нормальные, реально. Сейчас так, хочу, чтобы на те люди... Кто же в камере понимает? Мама. Блин. Вот эти, мне кажется, очень вкусные. Да? Как будто бы они со стрингой такой. Белый имбирь, как я люблю. Или название матьина. Алиса, кстати, нас слушает всегда. О чем бы мы ни говорили. Алиса, стоп. Алиса, зачем ты нас подслушиваешь? Она еще кипит. Так, о чем я хотела поговорить? У нас... Жизнь подписчиков. История подписчиков. У меня есть одна прекрасная. Подписчица. Очень милая девочка. Даже вот эти вкусные. Сейчас попробую. Не будем называть ее имя. Я думаю, она себя сама узнает. Вообще-то, мы имена не называем в жизни подписчиков. Это же тайна, типа. Да. Все. Конференциально. Все анонимно. Если вам реально интересно послушать свою историю, можете прислать мне на почту, которая... www.channel.com Но мы поняли. Ну, слушайте. Но я просто не могу так часто их снимать. Ой, Маш, можешь что-то купить? Чарлик. А ему можно эту штуку? Салфетку он стоил. Салфетку ему можно? Ну, пусть. Ну, пусть. Ну, не отбирай уже. Я уже не буду. А то еще накинется. Хотя Маша боится Чарлика. Представляете? Ладно, я шучу. Она шутит. Я шучу. Да, это все. Да, да, да. Короче. О чем? А, я, кстати, говорила как-то, что короче это мой ствол паразит. Все, короче. 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 Короче, давай. Давайте. Я читаю. История начинается. Тема с мужем. Моя подруга вышла замуж за очень крутого мужчину. Они любят друг друга. Живут на несколько стран. Шанель, Гуччи, Дольчи, любые шмотки, разные путешествия, вопрос денег не стоит вообще. Он привлекательный, русский мужик, добрый, очень интересный для всех вокруг. Но он привитивный сам по себе, когда приходит домой. После работы любит лежать дома или в номере самого крутого отеля. И никуда не ходить, кроме как поужинать. Ситуация получается странная, потому что вроде как есть деньги и желание тусоваться с ее стороны. И с его стороны нет желания двигаться после работы вообще. Он просто хочет лежать или спать. Но они любят друг друга. И такая ситуация у них сложилась совсем недавно. Это первая часть. Вторая часть. Вопрос лично от подписчицы. Ей, ну, как бы не будем говорить. Она вышла замуж, короче, несколько лет назад. Ты боишься? Чарлик лезет. Короче, она вышла замуж за очень хорошего мужчину. Она очень добрая, привлекает к себе людей, такой своей энергетикой. Вот. И, собственно, их проблема. И проблема в том, что ее мама, как я понимаю, ее главная проблема на данный момент в ее жизни. С ней было сложно почти всегда. Но сейчас вообще ужас. У нас была обычная семья из двух человек. Я и моя мама. Когда я закончила школу, пришло время уехать из маленького города в Москву. И тогда начался трэш. Сначала моя мама просто давила на жалость и просила меня вернуться домой. А я уже училась на первом курсе универа. Потом она угрожала, что я плохая дочь, потому что бросила ее дну и что я неблагодарная сука. Это очень кратко. А потом началось самое интересное, если ближе к делу. Я вышла замуж за мужчину, который меня очень любит. Ну, короче. Типа, она вышла замуж за очень такого прекрасного мужчину. Они там покупают сейчас квартиру или купили уже квартиру в другой стране. И у ее мамы просто съехала крыша на этой теме. Типа, она пишет мужу очень плохие сообщения про нее. В этом, ну, знаете, непонятном желании их поссорить. И чтобы, в общем, дочка вернулась обратно к маме. Хотя она пишет, что помогает финансово как может все эти годы. Всегда выслушивает от нее всю эту трэш, которую она говорит, что она вырастила такого монстра и так далее. И, ну, в общем, сейчас это для нее особенно веско стало. Ну, и сама девушка пишет, что она супер такая нежная, чувственная. И, там, может, там, знаете, долго плакать на фильмах. И что все эта ситуация ее очень сильно радит. Вот. И знаете, какая еще тема? Типа, мама на нее ругается. А потом проходит, там, я не знаю, пару часов. И она уже как будто ни в чем не бывала. Пишет ей, прости меня, пожалуйста. Даже без прости. Просто доченька, ну, как что ты, как ты, что ты. Хотя до этого на нее, как бы, орала и так далее. Ну, история на самом деле длинная, их две. Ну, мне показалось это очень интересно. Ой. Ну, давайте попробуем. Еще роллы я хочу. И приступим. Какие я хочу. Дайте, конечно. Мне еще вкусилось, мне кажется. Да? Ага. Еще раз? Ага. Угу. Учера. 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 По поводу истории. Во-первых, огромное спасибо, что написала так подробно. Это просто вау. Огромное спасибо. Вот. Что хочу сказать. Ну, давайте начнем сначала вот эта вот история с мужем подруги, которая не очень хочет куда-то ходить, что-то делать после работы. И что это появилось недавно. Тут, на самом деле, мне кажется, надо понять. Тут надо понять такую вещь, что... Ну, типа, сколько они вместе вообще? Если, допустим, они вместе, там, год, и вот это недавно у него появилось, то, может, он просто расслабился, и раньше он ходил с ней везде. Ну, потому что хотел, знаешь, поддержать свой такой классный образ, что он такой тусовщик. А сейчас он расслабился, и не хочет уже ни с ней никуда ходить. Ну, он же хочет отдыхать после работы. Да? Да, ну, то есть он домосед. Может быть так. Ну, а как? Слушайте, если... Одно дело, если бы он там тусовался где-то с девчонками, там, с друзьями тусовался, и ее там с собой не брал или что-то, не знаю. А так он дом просто отдыхает, ну, по идее... Просто, наверное, он устает на работе. Мне так кажется, я не знаю. Я думаю, что он просто устает на работе, и ему не до тусовок. Но я, если честно, такой же человек. На самом деле, когда есть деньги, ну, даже если они есть, ну, ты просто устал, ты никуда не хочешь идти. Да? Ну, да. Вот как ты говоришь, если бы там были какие-нибудь девочки, тусовки, как бы без нее, а тут уже, ну, правда, нужно обидеть тревогу. Ну, а так переживать, в принципе, не о чем. Не переживайте. Ну, слушай, может быть, просто девушке, знаешь, некомфортно. Она бы хотела сама. Ну, все же, все темы нужно обсуждать, нужно же общаться, разговаривать и уже приходить к чему-то общему. Ну, она понимает, а может, он боится, ну, не хочет, знаешь. И его, делать ему мозг, как любят мужчины говорить. Ну, он просто устал, мне кажется, да? Ну, если это стиль жизни, то, ну, это просто, как бы, стиль жизни. Он работает? Ну, у меня, допустим, есть такие знакомые, которые любят посидеть дома. Да и мы с тобой любим посидеть дома. Ну, да, мы любим. Ну, вот видишь, как тут, да, то есть она хочет отдыхать, а он, как бы, ему дома комфортно. Ну, я думаю, что здесь не стоит, во-первых, на него давить. И говоришь, вот там. Ну, начинать какие-то претензии высказывать. Наоборот, нужно... Ну, если ему кайфово дома, ну, что, сидите дома. Ну, или там, ходить с подружками. Ну, короче, как-то так. Ну, на самом деле, вот для меня куда-то ходить, часто для этого стресс. Я, наоборот, не хочу никуда ходить. Очень часто. Мне лучше, что я дома посижу. Ну, может быть, это уже возраст. Играю трудно. Ну, не знаю. Ну, может быть. Ну, я думаю, когда тебе, ну, как бы, 18. Ну, так, кстати, мне тогда, да. Мне прям хочется ходить везде. Ну, когда уже, как бы, ну, за 25 уже более... Приоритеты, как бы, не такие тусовочные. Уже более что-то семейное, комфортное. Да. Слушайте, по факту, я думаю, что вообще он просто реально устает. Просто отдыхает. Ну, кстати, тут важно. Эта девушка, его девушка, она работает. Она сидит дома, его ждет. Он приходит с работы. Ну, да, как бы... Она такая, все, пошли в ресторан. Пойдем туда. Пойдем в спа. Пойдем сюда. Он такой, да, я хочу просто телек посмотреть. И помолчать, ни с кем не говорить. Ну, то есть тут нужно понимать и другого. Ну, как бы... Ну, и договориться, допустим. Если ты каждый день не хочешь ходить, два хотя бы, ну, вот, раз в недельку. Компромисс какой-то. Да. Ну, пусть не копит. Да, мне кажется, нужно сказать, что я хочу. Да. Ну, и в то же время нужно его понять, не нужно его винить. Типа, что вот, ты постоянно дома, ты такой скучный, ты там на людях такой, а дома ты вообще никакой. Мне кажется, так и не надо делать. Надо просто сказать, что... Ну, давай выбираться по выходным. И делать там субботу таким днем, когда вы куда-то тусеете. Да. Ну, и самая интересная часть про историю с мамой. Ну, на самом деле, вот, моя подписчица пишет, что действительно таких историй много, таких матерей много, она прям это пишет. Ну, я скажу, да. Вот мы сейчас с Машей читали эту историю, и... Ну, не узнали, да, там, нашу маму и так далее. Ну, что-то вот откликнулось, потому что все-таки, знаете, люди, которые были воспитаны в Советском Союзе, советскими родителями, они часто недолюбленные какие-то, да, вот. Раньше же как там, ремень в угол, на горох, в темный туалет закрыть ребенка. Ну, типа, знаете, за какую-то провинность, за двойку там. Сейчас такого нет. Ну, может быть, есть, но меньше. А раньше это было повсеместно, что ремень лучше воспитатель. Это, конечно, ужасно. Мне кажется... Косточка попалась. А я ее проглотила. Да, это тоже пропалось? Да. Это из этого, из угря. Угу. Ну, ничего страшного. Короче... Как бы воспитывали детей ремнем. Часто, знаете... Сейчас как-то я не слышу про семейные драки особо. Ну, вот в детстве, допустим, нашей мамы, да, хотя у нас была хорошая семья. Ну, да, абсолютно хорошая. Были... Ну, как-то детей, знаете, не берегли. Не так, как сейчас. Это наши мамы немножко поломанные в чем-то, да? Да. Не очень такое счастливое детство у многих. Ну, она нормальная, знаете, как советская мама, типа. И как наши бабушки. Ты есть будешь. Главное накормить. Да, все до последней ложки. То есть забота надо накормить. Потому что был голод, да, там, в стране. Ну, не голод, но было такое время, нелегкое. Послевоенные годы. И вот как-то... Короче, все-таки детство очень важно. Да. Все идет оттуда. Да. И, то есть, если говорить вот про... Мамы, да, нашей подписчицы, что... Ну, это видно, что она... Ну, так не выросший ребенок, как будто бы мама. С какими-то такими детскими травмами. И она свою дочку не может признать, что та выросла и уехала. Она, кстати, там пишет, я не помню, прочитала это, нет? Очень просто данная история, что она уехала учиться в Москву из своего города. И вот так. И мама как бы... Вернись, вернись. То есть, не была готова ее отпустить. Хотя, вот есть такая фраза, что ребенок, когда вот он рождается, это как бы, ну... Это родители захотели его родить. Ну, то есть, это не ребенок должен родителям, а это родитель захотел его родить. И, то есть, ты как бы ему отдаешь все, всего себя, а ребенок тебе уже ничего не должен. Ну, потому что... Его нужно только отпустить, и вот, ну, пусть он плывет, этот кораблик там. Ну, и когда-то вы будете общаться, созваниваться, видеться. Но не что-то, как бы, он тебе должен быть с тобой, сидеть около тебя. То есть, это не твой муж, да, который, как бы, не твой там... Да-да-да. Так не партнер, да, по жизни. Вот, то есть... Ну, короче. Все-таки детей надо отпускать. Да, это человек, которого ты вырастил, которого ты создал, и он тоже должен жить теперь в собственной жизни. Да, не с родителями сидеть. С мамой. Кстати, знаешь, я видела такой ролик интересный вот про эту историю, типа, ну, что мать, ну, как бы, там, мультфильм такой, мультяшный, типа, что мать родила сына и не обрубила поповину. Типа, она запретила в роддоме обрубать поповину. Ну, это мультяшка, типа. И что вот они были вот ей связаны всю жизнь. И там этот парень хотел на ком-то жениться, ну, там прям такой быстрый, знаете, короткометражка минутная. И она его все, как бы, типа, ко мне, нельзя, нельзя. И по итогу он к маме очень привязался и настолько сильно, что вот когда ее не стало, для него рухнул целый мир, и он не смог, он не знал просто, как дальше жить без нее. Ну, потому что она для него целый мир. А так не должно быть. Родители — это родители, да? Ну, вот. Будешь что-то добавить? Это не партнеры по жизни. Ты вот правильно изначально сказала, и так и есть. Но жаль то, что очень, как бы, многие мамы этого не понимают и вот принимают, что, типа, моя дочь — это моя собственность, и куда я, туда и ты. Что я хочу, то и ты должна делать, потому что я лучше знаю, ну... Знаете, что, как еще часто бывает, у девушки этой, которая написала историю, ей там не 18 лет, она уже взрослый, взрослый человек. А часто родители, знаешь, со взрослыми... Чем? Прям этот имбирь. Что родители со взрослыми детьми общаются как с детьми. Типа, ой, ты такой, ты-ты-ты, ты же там ту-ту-ту-ту-ту. А ты уже взрослый, думаешь, да я вообще-то уже... Ну, да, типа, не такой, как... Не тю-тю-тю. Не такой, как раньше, тю-тю-тю. Да. То есть, по факту, знаешь, как надо просто детей в один момент из статуса дети переквалифицировать в статус, там, друзья, близкий, родной человек. Что это не ребенок уже твой. Ну, типа, я вот не влюблю. Сисюка не это, да, когда, ну, ты уже такой, как бы, ну, такой рослый. Да. Вот это вот начинается, как будто тебе пять. Ты не меня всегда будешь ребеночек. Ты мой муму. Ну, слушай, мы еще сами не мамы. Ну, да. Может, мы тоже такие будем. Может, мы такие будем, да. Типа, да что я там не видела? А что ты от меня прячешь? Что я там не видела? А там девушке уже 25 лет там. Что ты стесняешься? Я же твоя мама. И все знают этот мем, когда мама врывается в раздевалку. Да, да. В раздевалку, точнее. Что, как? Ну, короче, я считаю, что ей нужно... Ну, она все правильно делает, но просто мама выслушивает, ну, и все, как бы. Так еще там мама звонит мужу. Ну, короче, тут полный... Просто надо понять, что у нее, видите, ну, как бы неправильно воспри... Ну, как бы больное восприятие ситуации. Ей тяжело, больно. Она не знает вообще, куда себя деть. Как вообще. Она как к дочке привязалась, как будто бы, правда, это вот ее единственный какой-то плод, да, надежды на спасение. А так у хорошего, по-моему, понятно, родителя должна быть своя жизнь, какие-то свои увлечения, хобби. И ребенок также, да, это для всех, мне кажется, такой урок, что ребенок не должен становиться смыслом вашей жизни. Это не должно быть единственным, над чем вы работаете, если вот вы сейчас мама. Это очень сложно, но просто реально ребенка нужно вот когда-то отпустить, и вы с чем останетесь? Когда, мне кажется, не с чем остаться, когда ты ребенку жизнь посвятил, ты вот за него и держишься. Да? Да. Потому что без ребенка сразу пустота возникает. Все правильно. Как философ. Прям. Держись мы с собой. У всех родителей у нас со своими вопросами. Да, тоже есть. Причуды. Угу. Ну, то, что раньше не было ни психологии, ничего. Да, раньше только ремень, горох. Ну, даже когда наши, ну, как бы мы вот сейчас, да, многие подростки, вернее, совсем уже подростки, взрослые, молодые люди увлекаются психологией, да? Да, да, да. Сейчас прям есть это. Да. А вот нашей маме скажи про психологию. Она скажет, вы что, вообще? Да, да, да. Тук-тук, какая психология? Я лучше знаю, я мать. Не несите вы чушь. Да? А вот, ну, как бы, мы более осознанные. Ну, да. Поэтому, я думаю, наши дети будут еще более осознанные, чем мы. Да, они будут говорить, о, у нас такие старики наши вообще далекие. Да, поэтому, вот, смотрите вообще, вы видели это? Можете, закрываю? Вот. Вот так. Ну, как? Ты наедаешься? У нас скоро память закончится. У меня такие огромные, у меня уже ни помады, ничего. Все, ничего. Фокус есть? Угу. Угу. Фокус был. Ой. Давно не было видео. Очень давно. Тем более с Машей. У меня давно не было видео. У Маши давно не было у нас. Угу. Я последний снимала на 10 тысяч. И что-то, как-то, знаете, у меня весенняя хандра. У меня то осенняя хандра, то весенняя хандра. Скоро летом. Очень жду. Но летом будет все лучше. 100%. Честно, я так мечтаю куда-то поехать в отпуск. Мне уже надоела Москва, такая серая. Ну, сейчас, кстати, солнышко хотя бы. Угу. Ну, а так, реально, у нас подписчик ситуация непростая. Но хотя бы у нее муж понимающий, что он не говорит, твоя мама, да ты вся в маму, у тебя мама, и ты туда же. Или, а что это так твоя мама про тебя плохо думает? Ты на самом деле такая плохая? Угу. он очень понимающий относится, как я поняла, защищает ее. Ну да, потому что, если человек любит, то он любит полностью. И там, что уже мама, брат, свад, не важно, скажут, это уже пятое. Да. Да, с мужем очень повезло. Да. Наши подписчики, ну, то есть твои. Ну, не все может быть, это, знаешь, идеально. С мужем повезло, а вот с мамой с таким, это, как называется, баланс. Это просто баланс жизни. Поэтому воспринимает это как свой такой, не все же может быть идеально. Но так, может быть, ее побольше куда-то вывозить с собой, в гости приглашать. Тебе как-то налаживать. Ну, да, он стараться. Ну, потому что, ну, да, да. Ну, видишь, ну, сложная ситуация. Сложная. Ой, шикарный, господи. Боже мой. Сейчас он с камеры сядет. Как вам роллы? Понравились? В комментариях. Кому интересно, это не реклама, будете думать, что реклама. Нет, это подписчики мне посоветовала. Но кому интересно, пишите, я вам напишу, ой, название. Но доставляет по 90 минут. Да, ну, из северо-запад, не по всей Москве. На Октябрьском поле находится. Доставка. На Яндекс есть, может, вот этот еще одно съешь. Не съешь. Съем. Ой, вот я какого съем. Есть, нет? Нет, есть. Давай тоже на это съем. Я просто их не могу полностью, мне это очень тяжело. В них рыбы. Да. семья. Наша. Я держу большую, держу. Окай, делай как-то. Перенаправим. Мы сняли кадр. Я, кстати, не буду вырезать вашу реакцию. Да. Так. Ну, у нас уже, честно, все, пошло просто разнос. Жизнь за кадром началась. Ребят, ну, я думаю, надо закругляться. Спасибо вам большое, кто посмотрел этот ролик. Если ты зашел впервые на канал, обязательно подпишись. Будем рады прибавлению в нашей семье макбангерской. Ну и все. Всем пока. Всем пока. Всех любим. Всех целуем. Реально, факт. Субтитры сделал DimaTorzok